Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на Радио Болтком. После 9 утра. Личное утро. Продолжаем наш эфир. И в эфире по-прежнему мы втроём. Наталья Михайловна, Вадим Родионов, Константин Казаков. На самом деле есть ещё Евгений Копеин, это звукорежиссёр. А также наш гость Юрий Алексеев. Сейчас расскажу, кто это. Ну, вы, конечно, все знаете, но доброе утро сначала. Доброе утро. Итак, Юрий Алексеев – это главный редактор «Имха-клуба» и создатель этого портала, известного портала особых мнений. Ну, и вы знаете, конечно, Юрия Алексеева, как известного журналиста Латвии, и также редактора многочисленных изданий, и также депутата Рижской думы, и также инженера, многие знают, наверное, ваше техническое образование. Радиотехника. Если бы вы не знали, что Юрий – инженер, я бы усомнился в том, что вы читаете его знаменитые колонки, потому что он почти в каждой из них рассказывает о своём славном инженерном прошлом. Нет, я говорю, что я, в отличие от наших политиков, знаю математику, потому что у меня хорошая советская радиотехническая… Совершенно верно. Кстати, когда летом подходил к нашему президенту, приходил на интервью к Андрису Берзеншу, на прощание сказал, «А мы с вами президент-коллеги». Он говорит, «Опа, как?» «Ну, как же, говорю, 701-й специальный исторический политехнический институт, просто я на 10 лет позже, ровно на 10 лет позже заканчивали. Он так расчувствовался, говорит, вот же, говорит, хорошее образование радиотехническое давали в Латвии в те времена. Вот вы главный редактор, я президент, да, я разносторонний». То есть вы, по сути, делали… Лучше бы он сказал, вот вы миллионер, я миллионер, да? А, кстати, нет. Миллионерам как раз образование мешает. Я вот просто знаю наш курс факультетский. Так вот, миллионерами стали самые убитые троечники. А отличники, ну, как сказать, может, и не бедствуют, но живут очень скромненько. А с чем это связано? А на этот счет есть теория, причем не я ее придумал, мне ее изложил тоже миллионер Андрей Козлов, владелец издательского дома «Фэнстер». Говорит, понимаешь, вот вы отличники, у вас в жизни всегда все прихвачено. То есть вот ты идешь на урок, у тебя урок знаешь, задания домашние сделаны, сидишь спокойно, а троечник, он же прибегает, ему же надо списать у кого-то. И он как-то там вывернулся. Вечно в поиске экспромта, да, такого? Да, как-то вывернулся, какой-то шпор где-то. Короче, он в борьбе за выживание. Кстати, отличная теория, между прочим. Да, он в борьбе за выживание. Отличники, они все в шоколаде всю жизнь. Поэтому, когда меняются какие-то обстоятельства там жизненные, там вот грохнулся Советский Союз, там вместо социализма начался капитализм. Вот троечники-то они и выползли. Это с одной стороны. Ну, моя теория еще про чуть-чуть добавление такое, что троечник, он мало думает, он меньше думает. Вот мы отличники, когда какой-то бизнес затеется, давай считать, там типа взял калькулятор, начал считать. А троечник вот пробовать не получилось, а что с ним? Попробуем еще раз. Пока отличник сто раз считает, троечник уже сто раз попробует, даже девяносто девяти один раз, да и получится. Так получается, что если нас слушают дети, можно, в общем-то, на десятки не учиться. Дети отмечают День Учителя, поэтому дети нас не слушают. Сегодня не принимайте, это сильно близко к сердцу. Да, кстати, учителей, очень хотим воздравить своих учителей. Иные мои учителя, нет, уже в живых, но иные живы, и я их помню, и замечательная 52-я средняя школа с физико-математическим уколом. Так я ее тоже закончил. Ну все. Вадик, позволь, позволь, позволь. Кингаракс. Убили эфир, нафиг. Час за учителей. А я чувствую, что, черт возьми, вот один из самых таких умных журналистов, где-то он учился в хорошем мире. В ближайшем политехническом институте, наверное, нет? Там уже пути наши разошлись. Но, кстати, 52-я школа, которая находится в Кингараксе, впоследствии стала называться универсально-коммерческой. И сейчас, если не ошибаюсь, так и продолжает называться. Я... Я начал учиться в 52-й. Я этим летом... Пойдем мы с Михайловой кофе попьем. Я этим летом переводил своего старшего сына из Пурцевской средней школы в сороковую. То, о которой вы весь прошлый час говорили. К Крафальскому учиться. Ну, поскольку мальчишка, короче, он такой способный, физика, математика, химия, английский у него с плашной девятки-десятки, вот, в обычной школе, честно говоря, ему скучно. Ну, поскольку... Отвел в необычную. Отвел в школу, где, ну, там, физмат-школа чем-то хороша. Не тем, что там очень много дают физики, математики, а тем, что там собираются люди у такого примерно близкого уровня развития. То есть и на уроках не скучно. То есть там преподаватели уже не мучают у доски троечника, который забыл, сколько будет трижды восемь, да. А уже задают такие серьезные задачи. Вот, кстати, вот мой, озвучившись в месяц, мой старшой говорит, что там не скучно учиться. Вот. Так вот, отводил туда. Ну, и к замдиректору Владимиру Литвинскому подхожу, значит, с ним. Он, так, оказалось, мы же учились тоже в той же 52-й школе. И Андрей Клеменцев, вице-спикер Сейн, тоже учился в 52-й школе. Тоже, значит, мы поговорили за 52-ю школу, Литвинский, он замдиректор, человек строгий. Значит, говорит, ну, понимаете, Юрий, у нас тут... Не 52-я школа. Набор, набор, нет, 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 набор, как бы, типа, небольшой, ограниченный. То есть надо же будет лететь тесты сдавать, там, конкурс табелей. Не-не-не, не показывай. Это не то, чтобы я ему откоррумпировал его, нет. Не-не-не, у нас месячный тест издают. По-моему, они там святые люди в этой 40-е, мне так кажется. Он просто так, значит, нахмурил брови, что я тоже из 52-й школы, что я не стану ли я ему по блату, как бы, своего болтуса подсовывать. Ну, когда гляну на этот самый аттестат, на экзамен, там, 9-10, 9-10, ну, тут все в порядке. Это мы берем. Вам задают вопрос в видеочате. Хотел бы, Алексеев, вернуться к работе по специальности. Я так понимаю. Ой, ночами снится паяльник. Господи, где? Регулирую, что возвращается. Не-не-не, я еще в те времена паяльником работал, когда его использовали по назначению. По прямому, да? По прямому назначению. Да, если дома паяльник есть, лучше нет у меня какого-то такого случая, когда что-нибудь сломается из радиотехнического, из аппаратуры дома, тогда, значит, я ворча, добродушно ворчая их кряхтя, достаю с антресолей свой наборчик инструментов, там, деталей, паяльничек, и развожу запах канифолиума. Припои, да? О, отлично, кстати, запах канифолиума, мне так нравится. Есть такое дело, и в моих журналистских делах, я с большим, огромным удовольствием, когда меня приглашают, идут какие-то производства, где еще остались радиотехнические элементы. В нашей Латвии есть такие, но они маленькие, скромненькие, хотя есть и современные весьма, но такие, конечно, не гиганты, вроде вэфа-радиотехники. Но есть, 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 еще мозги теплются. 672-12-939, 672-13-939, если у кого дома есть какая-то сломанная техника, пожалуйста, вы можете воспользоваться, до конца часа нести сюда, ну или просто задать вопрос Юрию Алексееву по этим телефонам, или вот в видеочате написать то, что вы хотите о нем. А вы родились на севере, да? Ой, я родился... На Рильске? Ну, черта на рогах, за Полярным кругом, это самый северный город мира был тогда. А сколько вы там прожили? До трех лет. Ну, честно сказать, детские воспоминания не такие, не четкие, но мне как-то отпечатывать. Я довольно хорошо помню даже тот дом, где я жил, и вот недавно, когда решил из любопытства на Google Map залезть, так я узнал свой Норильск сверху, вот в трех летнем возрасте. А дом сохранился? Был там? Да, это был такой, в сталинской постройке, крепкий дом. Что ж ему будет? Не, ну мало ли, может, я ж не знаю, где Юрий решил. А вы вначале с ним потом? Нет, потом ни разу. В Оркуте был, а туда не заносило. А почему, Настя, подождите, а у вас родители военные были или что? Ну, у меня там довольно интересный комплект. У меня отец был, значит, фронтовик, он после отвоевавших в 1945 году закончил школу МВД, и его направили в Норильск в лагерь следователем по военным преступникам. А мама моя была туда, как сказать, отправленная работать латышка. Правда, она была из вольно поселенных, не из зэчек, она работала там врачом. Так что у меня, так сказать, комплект. Сосланная латышка и следователь МВД отец. И после трех лет вы переехали тоже там же на север? Ну, мы еще много куда ездили. Это была военная судьба, то есть, жили мы на Украине, значит, и в Краснодаре я жил 10 лет. А как попали в Ригу в результате? Ну, потом мать решила все-таки прибиться ближе к дому, они развелись все-таки. Уж больно такое, сочетание... Взрывоопасное. Все-таки это... Да, трудносочетаемое. И я переехал в возрасте 10 лет в Ригу, в Кенгаракс. А, Кенгаракс. Да. Это отдельная часть города Риги была в те времена Кенгаракс. Оттуда тоже вышли, кстати, известные люди знаменитые. Закаленные лагерными приключениями. Известные люди оттуда вышли, все известные преступники в тех временах, известная шпана в тех временах. Ну, и глянеры тоже есть такой кто. Позитивные? Ну, только его же перечислили. А, Шлесос. А, Шлесос. Шпана. Да, 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 да. Шлесос. Именно так. Мы с ним как-то даже обсуждали все наши эти кенгаракские точки, где можно было сходить на танцы, где можно было получить по морде. То есть, это же Букингаракс с 70-х годов, начало, конца 60-х, начало 70-х, когда он заселялся только, только возводился. И туда же со всего Великого Союза приехали, там военный городок был. Приходили на танцы получать по морде. В общем, да, да, да. Служили ли вы в армии, спрашивают? Служил. Меня после вуза. Это был 81-й год. После вуза меня, тогда, вы же помните, начался Афганистан, были события в Польше, и объявили так. Министерство обороны начало разворачивать сокращенные кадрированные части, и у нас с курса забрали всех, с буквы А по букву К включительно. То есть, полкурса, в погоны, и на службу я попал в Калининградскую область, в город Советск, лейтенантом. В КГБ. В КГБ. В КГБ-то связи были? Нет, нет. Надо полагать, нет? Не КГБ. Это же армейская структура. Нет, я был, действительно, я попал в спецсвязь, поэтому я... По КГБ? Нет. А такое своё подчинение 8-го отдела... А что такое спецсвязь? Ну, это аппаратура засекречивания связи. Вот читали Солженицына в Круге Первом. Вот оно самое. То есть, они разрабатывали тогда в той шарашке вот это вот засекречивание голосовой связи. То есть, это когда говоришь... А кого вы засекречивали? Генерал засекречивал. А вы слушали, что они говорят? А там такая хитрая штука, что ты можешь поговорить с одним абонентом, можешь поговорить с другим абонентом, но когда ты их соединяешь, даже офицер связи их слышать не может. Там достаточно всё жёстко. Очень было секретно. Я два года из этих двух лет... Вообще-то даже служил два с половиной года. Меня долго не отпускали. Не хватало тогда офицеров. Вот. И из этих двух с половиной лет я больше года провёл на точках. Ну, это как? В такое-то место, в такое-то время прибыть с аппаратными, развернуть секретную связь и сидеть дежурить. И вот я, значит, у меня три машины, которые укомплектованы в одной секретно-аппаратная, в другой там радиоролейная станция, в другой генераторная станция. Я на этих трёх машинах курсировал и по Калининградской области, и по Литве, и до Эстонии. То есть я там на всяких... На всех полигонах Европейской части, это самое, Советского Союза я побывал. Вам удалось что-нибудь услышать такого секретного очень? Да что там уже секретное, собственно, быть? Самые секретные сведения, это когда закончится учение, когда сворачиваемся, едем на квартире пить водку. То есть когда банкет. Вот понимаете, вот вы сидите три недели в погоду, там, ноябрь. Обычно учение-то назначали почему-то... Нет, одно учение было летом, в июле. Я так отдохнул. Вот. Это март-апрель или ноябрь-декабрь. Сидишь в гневом болоте. Три недели. Интернета нет. На порно-сайты не зайдёшь. По специальности. Одни мужики вокруг. Ужас. Да-да-да-да. Сидишь в этой грязище, и когда наконец, вот оно, заканчивается учение, вот это самое, самое долгожданное, самое секретное новость. Почему-то начало учения знали задолго, начало, так сказать, неожиданных учений, а окончание никогда. Но, что интересно, вот это я не знаю, откуда такое происходило. Это маленький городок Советск, а там из мужчин были в основном молодые офицеры. И была швейная фабрика, где была масса замечательных девчонок. Короче, мы не знаем, когда... А закончится учение. А девчонки, если сидят в ресторане города Советска под названием Огни Советска, и нас ждут. То есть, они знали? Да. Да. Ух! www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал Читаю с удовольствием всегда опусы Юрия Алексеева, являюсь поклонником МХ-клуба, пишут вам в видеочате. Вот, и спорят тут по поводу вашей службы. Все говорят, что вы ничего там не делали, только водку пили и с гранатой в окопе сидели. И мы про восьмой отдел трандить не надо. Все про восьмой отдел. Зачем граната в окопе? Бойцам спецсвязи. Нет, в окопе действительно сидели, потому что на всех этих полигонах мы сидели в тех местах, куда приезжают большие генералы. То есть у меня как бы телефончик был с гербом, поэтому я его подавал только начиная от генерал-майора и выше. Вот. А поскольку генералов, то есть как раз в те места, где красивее всего стреляют, поэтому все, они стоят на кургане, вокруг стреляют, там они смотрят. У него, на столе, должен стоять телефон, рядом с телефоном должен стоять на вытяжку я. То есть, когда звонит, я ему говорю, товарищ генерал, вас к телефону. Юрий, вот если перейти... И потому, что вокруг стреляли очень сильно, мы вечно были закопаны. То есть эти машины опускались в специальные там выкопанные капонеры, то только антенны торчали. И то, кстати, однажды по антенне мне попало болванкой. То есть там артиллеристы Малеха промахнулись и цепануло мне по антенне болванка. То есть через голову артиллерия стреляла многократно. Это было. Вы с 2005 по 2009 годы провели в Рижской думе, были депутатом. Случился такой грех в моей жизни. Вы тогда, в тот период, больше друзей или врагов приобрели в своей жизни? Ой, да бог его знает. Говорят, после 40 лет люди уже не склонны расставаться со старыми друзьями, не приобретать новых. Но я вообще про это депутатство скажу так. Я туда сходил из журналистского любопытства посмотреть, что у медвежонка в животике есть такая латышская поговорка. Увидели? Увидел, да. То, что я там увидел, мне сильно не понравилось. И поэтому я больше туда не ходил. Пойдете еще? Не, не пойду. Почему? Меня приглашают, скажем, я был от партии «Запчел». Она сидела в те времена, да, она всегда сидела в глубочайшей оппозиции. В окопе. Да, в окопе, как говорится. И поскольку она сидела в оппозиции, то журналистский вектор моей, вектор моей журналистской работы совпадал с вектором депутатской работы. То есть критиковать действия там. Я не могу себе представить, что я попал бы в позиции, то есть вот в коалицию, скажем, в Рижской думе. Нормально. Не, ну о чем-то это писать. То есть об этом нельзя, об этом нельзя. Этого тоже не замай и так далее. А так, да. А что, у нас прям такая цензура-цензура? Нет, ну почему-то цензура. Ну что ж, ты будешь критиковать своего, допустим, я могу критиковать мэра, если я в оппозиции. А если я партиец от центра согласия и работаю в Думе, ну как я могу... Как мэра покритиковать? Да. Как я мэра покритикую своего. А что делать? Он же партийное взыскание назначил, то есть это самое... Не делать, не выйти. Не говорить с занесением. То есть депутаты, они не свободные люди, по сути. Ну конечно нет. Ну и какой свободный? Они там ходят, в общем-то, с троем. Если вы знали, как происходят выборы мэра, то есть... Ой, а вы же три раза мэра выбирали. Да, да, да. Кстати. Нет, два. Три. Два. Аксеновка. И Биркса. А все два было, да? Всего два. Выборов-то было больше, но выбрали всего двоих. Да. Да, да, да. Как они происходят? Это тайные выборы, это вообще смех и грех. То есть раньше было как? Когда не было мобильных телефонов со встроенными фотоаппаратами, было как? Там заходишь в кабинку, ставишь галочку, значит, в этот бюллетень, все депутаты ставят галочку. Депутатам выдавали каждой фракции свои ручки. То есть со своим цветом чернил. Да, чтобы потом при пересчете посмотреть. Но там, правда, анонимно. Вот, допустим, вот здесь должны были 10 человек проголосовать так, а проголосовало 9. То есть вот 9, этими ручками 9 таких крестов. А когда, вот я как раз пришел, когда всем депутатам выдали в качестве казенного мобильный телефон из камеры. И все должны были фотографировать себя, танк? Да, зашел в кабинку, поставил крест бюллетень, сфотографировал бюллетень, выходишь, показываешь. Что, точно? Абсолютно. А взять другой бюллетень? Нет, тогда один дают. Один дают, а ручку взять с исчезающими чернилами. Один дают, один дают. Какая демократичная структура-то, Иршская дума. Интересно, а парламент сейчас такой же? В смысле, это все фракции так поступали? Все, все, все. И за пчел то же самое. Они, правда, за пчел просто ручками пользовались. Они как-то не так строго этими фотоаппаратами. Но остальные показывали, каждый снимал там. Только они же еще и щелкают эти телефончики. Они же не догадались звук-то убрать от этого щелчка. Круто. Зашел еще и в кабинку, а тут щелк-щелк-щелк. Прикольно. Это демократия, тайное голосование. Ну, так вот. Все тайное когда-нибудь становится явным. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Наша семья служила в Советске. Приезжала туда три раза. Мой муж после академии попал туда. И я хочу сказать господину Алексееву, если он так оценивает службу в армии в то время, то я просто негодую от имени моего умершего мужа, говорю ему, болтун, находка для шпиона. Да где же я ее оценивал-то? Да мы просто болтаем, можно сказать, с утренним форматом. Где же я ее оценивал-то? Шпиона слушают. Шпиона слушают тем временем, да. Юрий Алексеев, кроме того, что был в армии... О службе самые, так сказать, позитивные. Сейчас я представляю, как негодуют депутаты. Позитивные, считаю, что мужчина... Перебежчик Алексеев все секреты выдает. Что мужчина должен отслужить, это весьма полезно, я надо сказать, набрался массу опыта. Ну что, вот я студент, бывший студент, пороха не нюхавший, попал сразу, так сказать, в серьезную часть. Танковая дивизия 40-я, гвардейская, 11-я ударная танковая армия. А в 81-м году, надо заметить, когда я осенью пришел, тогда наше престарелое полетбюро советское планировало ввести войска в Польшу. Не планировало, а, так сказать, на всякий случай готовило водительство войска в Польшу. И вот я первые полгода службы провел в состоянии полной боевой готовности рядом с Польшей и как бы ждали, что вот будет команда, и мы туда пойдем, как в 68-м году в Чехословакию, как в 56-м в Венгрию. То есть были такие планы. Но потом что-то там внутри щелкнуло, решили, что две войны мы не потянем, Афганистан плюс Польша одновременно, и поэтому дали отбой. Но первые полгода, надо сказать, были в готовности. Все-таки вы больше в Латвии известны не как, наверное, инженер, не как военный, а как журналист. Вот, во всяком случае, последние много лет вы именно этим занимаетесь, даже несмотря на то, что вы там опорочили себя депутатством и так далее. Осквернили. Лишил себя дерзственности. Есть такое, да. А вот, Юрий, а как вы туда пришли в журналистику изначально? Вот просто подождись, лояльность. Вот ты посмотри. Ты подожди с детственности. Я про лояльность. Я, главное. Подожди. У вас, по-моему, лояльный ли я государству? Нет, вот вы пройдете? Нет, я поддерживаю Рафальского. И дальше начинается следующая цепочка. Комиссия Сейма. Вот этот ваш проект «Имхо-клуб», который, скажем, очень серьезно заявил себя на медийном рынке и привлек внимание, и все, ну, скажем так, если что-то зачем-то серьезным лезешь, то именно туда. Он вообще, ну, скажем, вы на какое долгожительство его рассчитывали, когда затевали? Вообще-то, я думаю, где-то, нет, долгожительство я рассчитывал так. Вот у меня была такая, я до этого уже 20 лет так поработал в бумажной прессе, то есть я потом... В «Бизнес-балтии» преимущественно, да. Ну, был, был, значит, у меня в «Бизнес-балтии» было две ходки. Первая, я в 92-го года практически был, стоял рядом с основанием ее, я был ее совладельцем, потом расплевались с бывшим партнером Владимиром Гуровым, да, ныне покойным, царство его небесное, вот. Потом я уходил, сделал свой проект, журнал «Коммерсант-балтик», потом снова меня новые хозяева «Бизнес-балтии» пригласили на царство снова в «Бизнес-балтии», то есть у меня там было две ходки, но вот два года назад, я, почти что ровно два года назад, я ушел из бумажной прессы вообще, но решил затеять свой интернет-проект. Я, в общем-то, давно задумывал, что у нас в Латвии много разных интернет-ресурсов, есть новостановые, есть развлекательные и прочее, прочее, есть коммерческие чисто, а вот такого дискуссионной площадки клуба, где можно было бы обсудить, где можно пригласить, скажем, серьезного человека и пригласить его в форум. Но он же мог очень быстро увязть этот проект, в принципе, за ним же надо постоянно его следить и окучивать. Да, за любым проектом следить надо, то есть я вообще думал, что я вот его немножко раскручу до определенного уровня, а после этого, скорее всего, прибьюсь к какому-нибудь из крупных интернет-ресурсов, так сказать, площадкой. Вот здесь можно почитать новости, а вот тут можно обсудить, потому что там ведь самое важное в таком дискуссионном форуме – это модерация, потому что у нас все немоделированные форумы, там, где не следят за комментариями, они через буквально полчаса после открытия превращаются в… В помойку. В помойку, ну, в свалку для ругани такую, где там… и серьезные люди оттуда уходят, и серьезные люди, там никто не будет беседовать. Ну, мы положим, у меня смысл был такой, что человек, скажем, пишет статью, дает интервью, причем, это может быть любой человек, в принципе, но может быть, скажем, там, кто мне, ну, Янис Рубанович, там, если у меня крупные бизнесмены, там, политики, пишут статью или дают интервью, а после этого отвечает на вопросы интернет-пользователей, да. Вот до такого уровня довести, надо сказать, это было непросто. У меня есть еще мой сотрудник-модератор Дима, с которым мы, когда открыли вот эту площадку, мы открыли в апреле 2011 года, мы где-то до июня, два месяца, сидели в четыре руки, чистили этих самых троллей, скандалистов, ругателей и прочих. Пока мы, наконец, не настроили вот это вот интернет-общение на достаточно высокий уровень, что туда просто, если затишится какой-нибудь дурень, там, особенно в полнолунии, вот есть такие моменты, я никогда не верил, что полнолуния как-то влияет на человеческую психику. Человек, проработавший 20 лет в прессе, не верит в это? А я в бизнес-прессе работал. А там не влияло? А там не влияло, нет, ну, правда. Я работал на одном этаже с Александром Сергеевичем Блиндовым, на соседних этажах. Вы на 10-м, он на 11-м. И потом на муку салостый, я на 4-м, он на 3-м. То есть, первый каждый раз, говорю, захожу к нему в гости, там, на кружку чая, вот. Он говорит, о, сегодня полнолуния, сегодня будет нелегко. Я говорю, что это полнолуния? А тут в интернете я заметил, действует. Вот как полнолуния так начинается, это можно даже так математически вычислить корреляцию по количеству этих троллей интернета. Юрий, у нас тут прибывают вопросы в видеочате. Во-первых, как вы относитесь к спорту и вообще относитесь ли? Это спрашивает из Венсплса вас наш слушатель. Очень хорошо отношусь. У меня два мальчишки, одному 16, другому 8, жена молодая, и мы так, 4 велосипедика, и мы гоняем на великах, мы плаваем, у нас есть надувные лодки, то есть, короче говоря, мне после 50-ти, конечно, ставить рекорды и прыгать не вредно, но из спорта мотоцикл, лодки, лыжи, даже параппарат. Вы похожи чем-то на Казакова, я даже нахожу черты общие. Так, не хочется ли Алексееву заиметь личный танк? Танк на средства артиста, как у Жванецкого? Совершенно верно. А вот я, кстати, по танке. В прошлом году меня пригласили ребята из Далгопилса 23 февраля отпраздновать. Это те ребята, у которых танки и самолеты? Да, 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 вот эти ребята, у которых музей танков, кстати, у них танков больше, чем в латвийской армии, в два раза в этом музее. И спикер Сейма с вами отмечал этот 23 февраля? Не, не, не было. И там, значит, устроили покатушки на танке Т-54. Отлично. 54 или 34? 54. А, то есть современный. Ну, не совсем современный, 50-х годов, вот. Я, правда, в армии на Т-62 и Т-72 пробовал, ну, я связист, мне не положено за рычагами сидеть, но посидел же, как бы. Вы, кстати, день какой отмечаете, танкиста или связиста? Оба. День печати. Логично. Оба. Как можно вообще лишить? Конечно. Ну, день советской печати 5 мая, ты понял? Вот. Нет, день радио, мы отмечаем это, наше конструкторское бюро, наши ребята, 7 мая. Это мы регулярно отмечаем, там, собираемся, это самое. Вот. Так я проехался на Т-54. Руки-то помнят, то есть... А, так вот, да? Да, я и выстрелить могу, не только там это... Отсюда логичный вопрос, следующий из нашего видеочата. Покинуть Латвию в планах имеется? Последний вопрос. Очень бы не хотелось. То есть, насчет покидания страны. Сейчас наши, там, политики, там, все распевают, что, типа, Латвия получила свободу передвижения, народ получил свободу передвижения и так далее. А, я вот недавно прочитал одно исследование, довольно-таки серьезное, о склонности людей к передвижению. Так вот, склонность к перекати полю, вот этому, авантюризму к передвижению, имеет по разным исследованиям не более полутора процентов всех людей. Еще 5-7 процентов его переносят более или менее с минимальным стрессом. А для остальных людей это огромный стресс. То есть, и то, что вот у нас там треть в Латвии сейчас вынуждена нас с чемоданами куда-то перебираться, это огромный стресс по жизни. И люди не хотят уезжать, не хотят уезжать. И то, что эта свобода, она вот, которая, свобода передвижения, вместо железного занавеса мы получили свободу передвижения. Мы ее получили для 1 процента авантюристов. То есть, чтобы было сохранить социализм, но вот 1 проценту разрешить уехать. Интересная мысль вообще, интересная мысль про 1 процента. А вот лично я не хочу, если есть еще минута времени. Вы же наполовину латыш, это же ваша родина. Да, ну, наполовину русский, наполовину. Нет, кстати, у меня там компот серьезный. Мама латышка. Мама латышка. С отцовской линии есть и украинцы, и белорусы, и русские, казаки. Короче, когда я пришел к своему старшему сыну записывать в ЗАГС, у моей жены еще и французская кровь. Мне спросила тетенька, говорит, зациональности записывать будем. Я стал перечислять, там, 6 национальностей с процентами, у меня там в голове это хорошо считается. Печки тянули. Да, не-не. Перечислился, типа, на 25 процентов он латыш, на 37 с половиной русский и так далее. То есть, инженерный подход, да? До 3,75 процента он француз. То есть, кто же он тогда? Русский, конечно. Нам пора заканчивать. Юрий Алексеев, главный редактор МХ-клуба и создатель, журналист. Был у нас сегодня утром на Болткоме. Хорошего вам дня и всего доброго. У нас новости бизнеса впереди. Спасибо.